Началась инспекция прямо у входа в торговый центр, а именно у пандуса. Инвалид-колясочник продемонстрировал, насколько удобно ему преодолевать путь ко входу. Как известно, организации безбарьерной среды сейчас уделяется особое внимание. Иванов считает, что люди с ограниченными возможностями не должны испытывать неудобств, начиная от улицы, заканчивая непосредственно самим офисом. Продолжилась инспекция уже в здании. Помимо тактильных плиток и наклеек, в новом помещении ФЦ для маломобильных граждан организовано отдельное окно обслуживания, специальный туалет, установлено оборудование для слабослышащих. Единственная сложность – это бордюр внизу. Ближний заезд на бордюр на коляске далеко, а так больше никаких. К услугам заявителей в новом офисе расположилась комната матери и ребенка. Игровая зона с сухим бассейном, качелями. На стене установлен плазменный телевизор, по которому постоянно транслируются мультфильмы. В зале расположены автоматы с едой и кофе, отдельная гардеробная, информационные табло, банкоматы и автоматы зарядки мобильных телефонов. В МФЦ можно записаться на прием к врачу, а также в специальной фотобудке, сделать моментальный снимок на документы. Здесь предусмотрены платежные терминалы и аппараты для копирования. Государственная программа «Доступная среда» реализуется на основании стандартов, ГОСТов и строительных правил. Глава осмотрел конференц-зал для проведения рабочих встреч и совещаний и комнату отдыха для сотрудников. Нововведением стал Центр сопровождения малого бизнеса. Переезжая в новое помещение, как раз ставили для себя планку, более повышенную планку, для того, чтобы маломобильным группам и нашим людям с ограниченными возможностями было здесь комфортно. Поэтому акцентирование внимания той подрядной организации, которая делала здесь ремонт, на доступной среде. У нас в прошлом МФЦ площадь была порядка 872 метров. Здесь мы видим более обширную территорию, это 1200 метров, открытое пространство, что не создает давление психологического на наших жителей, которые здесь проходят ежедневно, порядка 1000 человек. Если мы вспомним статистику МФЦ на привокзальной площади, то там максимум было на 600 человек, здесь 1000 человек. И к концу года количество услуг увеличится до 250, поэтому количество обращающихся в МФЦ, оно будет увеличиваться с каждым днем. После обхода Андрей Иванов пообщался с посетителями, молодыми мамами. Они сразу же отметили такие плюсы, как игровая зона, пеленальный столик, детский туалет, специальные ручки на дверях, наличие питьевой воды и приветливый персонал. Мамочки озвучили моменты, требующие доработки – отсутствие урн возле пеленальных столиков и блокировки второй входной двери, завышенный пандус. Также им бы очень хотелось, чтобы у детской зоны было ограждение и таблички с информацией о том, что перед входом туда необходимо снимать обувь. Итогами рабочего визита глава остался доволен. Многофункциональный центр, по его мнению, обеспечен всем необходимым для предоставления максимального количества услуг в кратчайшие сроки. А те недочеты, которые были озвучены ему посетителями, обязательно будут устранены в ближайшее время. Дарья Киреева, Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.